Всем добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Яна, и я рада приветствовать вас на канале Сижу-вижу. Сегодня хочу предложить вам связать вместе со мной эластичный фоновый узор. Этот узор замечательно смотрится в готовых изделиях, и, что немаловажно, подойдет не только женщинам и деткам, но и нашим дорогим мужчинам. Полотно, связанное таким способом, напоминает по внешнему виду кольчугу. Да, он действительно прекрасно смотрится, и давайте познакомимся с ним поближе. Для того, чтобы связать такой узор, наберите на спице количество петель кратное 2 плюс 2 кромочные. Высоту этот узор состоит из двух простых рядов. А перед тем, как мы приступим к узору, не забудьте подписаться на канал ТЕ, кто не подписан, отметить это видео лайком, а также написать свое мнение в комментариях. Для своего образца я набрала 5 рапортов и 2 кромочные петли. Первый ряд. Кромочную по традиции мы переснимаем, не провязывая. Далее. Нам нужно провязать одну лицевую петлю, не снимая со спицы. Мы делаем обратный накид. Почему обратный? Потому что нам нужно будет, чтобы во втором ряду петля была развернута определенным образом. Поэтому мы делаем обратный накид. Далее. Нам нужно провязать эту петлю и следующую вместе одной лицевой. Снимаем со спицы. Это является рапортом первого ряда. Повторяем. Лицевая. Обратный накид. И провязываем эту петлю со следующей вместе одной лицевой. Повторяем. Лицевая не снимаем со спицы. Делаем обратный накид. И провязываем две вместе одной лицевой. Кромочную в конце ряда я буду провязывать изнаночной. Второй изнаночный ряд. Кромочная. Первая петля изнаночная. Следующие две петли мы должны провязать вместе лицевой за заднюю стеночку. Рапорт второго ряда. Повторяем. Одна изнаночная. Две вместе одной лицевой за заднюю стенку. Повторяем данный рапорт столько раз, сколько вам нужно. До конца ряда. И кромочная петля изнаночная. Один рапорт высоту мы провязали. Теперь я предлагаю вам еще один раз повторить этот рисунок от начала до конца. Повторяем первый ряд. Кромочная. Первую петлю мы должны провязать за заднюю стеночку лицевой. Не снимая со спицы делаем обратный накид. И провязываем эту петлю со следующей вместе одной лицевой. Повторяем. Лицевая за заднюю стенку. Не снимая со спицы делаем обратный накид. И провязываем две вместе одной лицевой. Вяжем так до конца ряда. Повторяем второй изнаночный ряд. Кромочная. Первая петля изнаночная. Следующие две петли мы провязываем вместе одной лицевой за заднюю стенку. Одна изнаночная. Две вместе лицевой. И кромочная. Мы провязали с вами два раппорта высоту. Далее вы продолжаете снова повторять первый и второй ряд на нужную вам высоту. Для тех, кто хочет этот узор провязать по кругу. Я пробовала его провязать. У меня получилось подобие узора. То есть узор немножечко деформируется. Но если вам интересно, вы можете попробовать. Набрав на спицы количество петель кратное двум плюс одну петлю для замыкания в круг. Первый ряд вы вяжете так же, как и при поворотном вязании. А второй ряд провяжите две вместе изнаночной. И одну лицевую петлю за переднюю стеночку. И посмотрите, что у вас получится. Ну а теперь давайте перейдем к образцу побольше. Вот такой вот красавчик у нас получится, если мы провяжем узор повыше. В большом полотне он смотрится, конечно, шикарно. Мне очень нравится. Узор немножечко получается пышненький. Также он дышащий, потому что обладает небольшими дырочками. Узор хорошо тянется и вверх, и в стороны. Поэтому учитывайте это при выборе этого узора для своего изделия. Узор этот хорошо подойдет для изделий оверсайз. Он очень комфортный, мягкий, не стягивает полотно. И выглядит действительно очень симпатично. Спасибо. Вот так выглядит его изнанка. Кстати, обратите внимание, у него очень-очень интересная изнанка. Если вам она понравится, я думаю, ее можно смело тоже использовать как основной узор. Необычная, красивая. Спасибо. 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 ну а на этом у меня все если вам понравился узор не забудьте отметить это пальчиком вверх подписывайтесь на канал а также нажимайте на колокольчик чтобы он оповестил вас о выходе нового узора на канале я хочу поблагодарить вас за просмотр и пожелать вам хорошего настроения будьте всегда на позитиве отгоняйте от себя плохие мысли и негативно настроенных людей всем пока